Всем привет! Вы на канале Олега Соскина. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, колокольчики. Второй канал мой, Соскин Юз, тоже очень интересный. Обсудим тему, что же будет в ближайшее время в отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и как это будет все влиять на дела в Евразии и в целом в мире. Все более появляется информация, что идут активные переговоры, чтобы Путин и Байден пообщались, но не на личной встрече, а встречи онлайн, как это сделал Байден с Индзепином, она долго очень длилась, по видеозвонку. И называются разные даже даты, в том числе 7 декабря называется. Ну и как бы каждая из сторон готовит свои козыри, потому что это такая достаточно как бы такая ультимативная может быть встреча, если она конечно будет, если она будет. И она проходит под очень серьезным давлением со стороны США, НАТО и их союзников на позиции РФ, Путина, Москвы и Кремля, собственно. В свою очередь, конечно же, Путин тоже пытается оказать давление и шантажирует Запад и пугает их разными своими мифическими, так сказать, военными разработками и прочими баснями, которого всего этого у Москвы, конечно же, нет, или есть в каких-то опытных, каких-то неудачных образцах. Но, конечно, сравнивать США и РФ, остатки Российской Московской империи, Москве, это просто настолько глупо и настолько как бы нелогично и смешно, что даже, когда читаешь разных таких экспертов, там, ну понятно, московицких, там, заточенных, то думаешь, ну вы, ребята, уже потеряли остатки какой-то, там, ну понятно, совести нет, объективности нет, но даже остатки какого-то разума или инстинкта самосохранения. Ну как можно сравнивать мощь США и вот эту, так сказать, недоразвалившуюся империю советскую, кагибистскую, коммунистическую, которая претендует теперь на то, что она там начнет, как Сурков говорит, Россия будет собирать. Что она будет собирать? Кого будут они собирать? Кто туда пойдет? Кто, говорит, лучше с богатым потерять, чем с нищим найти? Говорит, последние трусы снимет, потому что у него ни штанов, ничего нету, голая, босая, отсталая. Более 50% в кошеке потребление импорт составляет. Это все щеки надувают, уже лет 10, что они его заменяют, заменяют, а он все растет у них и растет. Ну, ВВП там чуть больше одного триллиона долларов. У этих штатов 20 триллионов. Плюс это же транснациональные корпорации. Это вообще мощь. Это только на госбюджет сотни миллиардов долларов. Там просто какие-то безумные сейчас суммы запланированы в 22-й год. Ну, куда несчастные? Это вот просто... Ну, не хочется обижать, конечно, людей, населения данной конгломерации. Ну, как-то сублимация. Это даже не конгломерация. Это сублимация под названием Российская Федерация. Поэтому, ну, как-то надо себя реально оценивать. Плюс, конечно, проблема же еще и в Путине, что он уже выработался, он уже исчерпан. Он просто исчерпан как лидер. Он, ну, по-любому, у любого лидера происходит сжигание. Он так долго находится при власти уже, что его группа, команды, люди, что у него практически не осталось уже, как бы, вот этой моторной мощи. Ну, это объективная реальность, что Путин это уже та ракета, которая уже несется вниз. Он уже не идет вверх. И поведение Лукашенко об этом говорит. Вот особенно то, что он надавал там интервью этих Киселеву, там РИА Новости или кому-то. Это же просто полная шизофрения. Но самое интересное, что он говорит, что он с Путиным, а не братья. То есть, что-то получает Путин плюс Лукашенко, это равняется братьям, да? Что Лукашенко брат Путина. То есть, вообще, если вы посмотрите, он везде себя вставит вровень с Путиным. Что он практически такой же. То есть, он уже знает, что Путин, как бы, карьера, звезда его, она идет вниз. Это падающая звезда. А Лукашенко думает, что он еще, типа, так на небосводе где-то держится там. То есть, что у него в аду, там, у хозяина ада, у него еще выше ставки, чем у Путина. Поэтому он, как бы, считает, что вот он сейчас, он приклеивается к Путину. И таким образом думает, что он его, как бы, постепенно, постепенно совершит такой акт пожирания Путина. И его, так сказать, поедание, и постепенно, как бы, заменит его. То есть, вот он еще здоровый, типа, крепкий. Он активный. Он готов не просто Лукашенко виртуальный. Он же, видите, он плюет на эти все там, типа, пандемии и прочее. Он так говорит, а мы ничего, типа, не боимся и вперед. То есть, он все время в реальном контакте. А Путин не может уже быть в реальном контакте. Это же понятно. То есть, у него сократился там это все, там, и Соловьевы эти, и Сарвей, и генералы, и так далее. Все, кто говорят, по-любому они правы в чем? Что его биологический потенциал все время что сокращается. То есть, да, он, и ясно, видно, что он очень устал. Он устал интеллектуально, морально, ну, физически, само собой. Астрально устал. То есть, он каждые 24 часа в сутки должен вести эти битвы. Но это даже нет таких людей, которые столько лет и столько времени могут это выдерживать. Поэтому понятно, что путинская эра близится к завершению, к финалу, к финишу. Каким он будет, мы не можем сказать, когда это состоится, мы тоже не можем. Но вот эта встреча их типа с Байденом, она многие как бы процессы может каким-либо образом закрепить, проявить и понять нам, простым, как говорится, смертным. Так вот, смотрите. Ну, во-первых, непонятно будет ли встреча. Но что ясно, Путин заявил, что типа Москва, Кремль, при нем не потерпят приближения НАТО к своим границам. Ну, что ему Блинкин и все другие, и Столберг сказал, руководитель НАТО, что знаешь, вот ты как-то расслабься. Это не твоя забота, мол, вообще у тебя зоны влияния никакой нет. Вот есть Украина, и Украину мы будем поддерживать. И Великобритания, и другие заявили, что Крым это оккупированная территория, поэтому ты уйди с этой территории. Это будет правильно. То есть абсолютные, как говорится, две полярных точки зрения. Ну, он сказал, что многие в России хотят жить так, как в Украине. То есть четкая сформирована позиция. Она сформирована, и она жесткая. Цена на нефть в преддверии встречи стала падать. Бренд там падает, там чуть больше 60, плюс-минус, но не растет. Самое главное. А нефть не растет, значит, по доходам Москвы и Путина это колоссальный удар. Колоссальный удар. Санкции против них все время возрастают. Северный поток-2 обвалился. Меркель нету, ХДС нету, ХСС нету. Там пришла зеленая, такая хорошая женщина, Бирсбок или как там Анетта, или как там. Вот, пока их всех там повыучиваешь. Но неважно. Слава Богу, что как там. Вот Шольц, да, или как его. Все новые, 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 новые. Тут только к этому привыклись к молодому канцлеру Австрии. Уже его нет. Уже из политики ушел. Но зато первенца родил. Тоже молодец. Закончил высшее образование. Ему надо. Он доказал, что может. Да, может. Ну и министр финансов вдруг его ушел. Соратник. Ну, обвинили их в чем-то. Ну, говорит, хорошо. Наступает эра зеленых. Ну, хорошо. В Германии зеленые. В Австрии президент зеленый. Ну, и вперед из песни. Поэтому, естественно, что она будет мочить Путина и Лаврова и всех остальных. И никакого северного потока два не будет. Тем более, зеленым он не нужен. Это не их, так сказать, не их синекура кормления. Оно им не надо. А социал-демократам им северного потока один хватит вместе с Шрёдером, который возглавляет наблюдательный совет в Усечино. Поэтому им одного хватит. А второй, что они? Они даже рады, что ХДС, ХСС не будет в синекуры. А это означает, что финансовой подушки у них не будет. Это означает распад ХДС и ХСС. А это колоссальные изменения вообще в Германии, в Баварии. Тектонические. Поэтому Меркель, конечно, наделала дело вместе со своим этим мальчиком, кандидатом к канцлору. Они еще и все спасибо будут говорить за то, что она натворила. Еще проклинать ее будут за то, что она вовремя не ушла. Она же не Коля, она даже не поняла, что она сделала. Так вот, смотрите. То есть, Германия уже выпала с процесса, как союзник. То есть, ее уже нет. Вот это Дугинские все эти расклады, эти придумки, что Германия, что это Россия, державы суши против держав моря. Что Германия будет союз. Оно все это все развалилось, как какой-то карточный домик на песке. Так что у Дугина тут ничего не получилось. А вот Украину поддерживают два мощнейших мировых государства моря. Это США и это Великобритания. Ну, Канада. Она так тоже, в принципе, государство моря, потому что она так создавалась. Поэтому вот три даже, да, три. Поэтому все остальные тоже будут брать под козырек, что Болгария выступит против США или Великобритании, Канады. Да где это видно? Они же себе харакири делать не будут. Они же не эти самые самураи, самоубийцы. Или на этих самолетах, которые Перл-Хабур атаковали, себя сжигая в самолетах, как ракеты, торпеды. Поэтому, понятное дело, кто Чехия, Словакия выступит, кто вообще выступит против Украины, как главного тарана ударной силы против путинской Москвы. Никто не выступит. Кто против андрофагов может выступать? Только Украина. Больше никого нет. Вот. Поэтому вот здесь тоже все. То есть Путина, у Путина все время всякие неудачи. Он там заигрывает час. Приехал к нему один из руководителей вот этой Боснии-Герцеговины, краина Сербии. Вот. Там и в ученик ему приезжал Сербия. И это, ну это все, это лузеры все. Это все лузеры, лузеры, лузеры. Северная Корея, там Кинчимын, там эти, как они называются, в Афганистане эти типа студенты, талибы, которые вообще там уже, у них полгода уже засухи там. То есть это, да нет этого Афганистана, он должен развалиться. Я вам абсолютно говорил уже это. Там нет нации структурообразующей, там нет титульной нации. Ну о чем говорить? Какой Афганистан? Самое лучшее, чтобы он просто распался и на этом вся эта история закончилась. И не будет ни исламской державы, ни талибов, никого. Талибов должны цель поставить, чтобы дезинтегрировать это структурное геополитическое образование, очень агрессивное, очень воинственное, совершенно деструктивное и, скажем, энтропийно-некрофильное. Вот и все. Ну что ж тут непонятного? Это самое лучшее, чтобы не было там беженцев сейчас оттуда. Потому что Попрут там, ну Лукашенко хорошо, ему надо там еще 1015 афганцев таких ударных, чтобы они могли разорвать границу с Польшей, Литвой, Латвией. И он готовится к этому, он реально готовится. И если так посмотреть, то у Путина это мощнейший ударный его инструмент, которым он в самом деле может дестабилизировать Европейский Союз. Однозначно. То есть Лукашенко находится в состоянии сейчас активной фазы психоза. Он понимает, что его просто вырезают ему все его деньги, все, что он наработал за эти года, так сказать. Свечные все его заводики идут на металлолом. Он понимает, что у него будущего уже нет. Поэтому он понимает, он перешел все границы. Он прет на Путина, поэтому Путину Лукашенко не нужен. Поэтому однозначно Путин его должен запустить вперед, как говорится, как торпеду на самоуничтожение. То есть ему надо сделать с Лукашенко определенного самурая, который бы пошел на западный перхобор. Чтобы он себя, так сказать, принес в жертву на этом ракете-торпеде. А может и не принесет. Кто ж его знает. Лукашенко очень способный к выживанию. Поэтому его так просто не побьешь. Но есть как бы логика развития любого диктатора, тирана. Понятно. То есть он выиграл раунды. Он сумел уничтожить всю внутреннюю оппозицию. Он присвоил себе победу, проиграв выборы. Он объявил себя президентом. Он просто разорвал, уничтожил белорусский социум. Он выгнал несколько миллионов, уехал, а сейчас снова страны. Он как Мадуро действует. Он нанес удар по западу. Он посадил самолет. Фактически уничтожил одного из молодых таких вот этого информмасс-медиа. Протасевича. Да еще и с его девушкой. То есть он выигрывает. Он раунды выигрывает как диктатор. Если вы возьмете биографию Шекельгрубера Гитлера. Он же тоже был абсолютный изгой. Ну недоумок же был полный. Ну вот как он поднимался потихоньку. Вот он выигрывал раунды, раунды, раунды. А надо сказать, что Шекельгрубер это идеал Лукашенко. Если вы на лица их посмотрите. Лукашенко все время старается подражать Шекельгруберу. И усики, и выражение лица. И повадки. И вот эти все какие-то манеры поведения и жесты. Они очень похожи на теорию Ламброза. Они очень подобны. Поэтому он же не зря. Он когда-то и говорил, что этот товарищ Шекельгрубер это такой выдающийся какой-то человек. Ну в таком ключе. Поэтому он и стремится. Он хочет быть диктатором. Он хочет быть тираном большим. Он хочет властвовать над всей Московией. Он считает, что он умнее Путина и так далее. Это же понятно. Он его дурит. Путина все время. Путин его использует как эгибист, как это. Но все равно он крупный. А Путин маленький физически. Ну посмотрим. Путин же тоже как бы ему палец в рот и не только палец не клади. Поэтому Путину Лукашенко не нужен внутри Российской Федерации. Тем более Лукашенко сейчас заявил, что он не хочет единой валюты. Что над этим надо думать. Что нет предела. Дело интеграции, там рубежи и так далее. Потому что ну как же тогда если единая валюта, там российский рубль. Так а тырить как? Тогда зайчиков нету. И тырить нельзя. Чем же он тогда будет манипулировать? Понятное дело. Он же тогда печатного станка иметь не будет. Банка типа деньги тырят. Центральный банк фактически ему принадлежит не будет. То есть как это? Что тогда делать? Куда бедному крестьянину Лукашенко податься? Снова в тюрьму политруком идти? Или как? Поэтому или директором совхоза там на Колыме где-то или на Воркуте. Поэтому естественно он будет действовать. Путин это понимает. И он должен его травануть на наступление. Лучше всего конечно Латвия. То есть или Латвия. Литва тяжелее немножко. И там более такое однородное население. А вот Латвия ему подходит просто классически. Тем более есть граница. И очень быстро можно эту территорию пройти. Правда там это Калининград как-то сложнее все. Вот этого нету коридора. Там 100 километров до Калининградской области. Но все равно неплохо. Неплохо тогда они фактически берут Литву в тиски. Поэтому вполне возможно что он может и так сделать. И сколько то и Латвии. Латвия не сможет сопротивляться. То есть это максимум 3-4 дня. И она будет под контролем Лукашенко. И тут интересная коллизия. То есть Путину Лукашенко как часть симбиоза внутри федерации. Он ему абсолютно не нужен. Он ему чрезвычайно просто вреден. И это как яд для него. Трудно. Это уничтожение Путина. Представляете Лукашенко заявил, что он с Путиным братьев. Офигеть можно. Путин всю жизнь свою мечтал. Чтобы Лукашенко стал его братом. Это уже как у Маяковского. Мы говорим партия. Подразумеваем Ленин. Кто больше матери истории ценен. Поэтому конечно Лукашенко молодец. Парень такой. Он своего не упустит. Это однозначно. Как говорится режет на ходу. То что надо. Срезает все элементы которые ему подходят. Бери я себе еще напечатаю. Поэтому естественно что Лукашенко. Он уже подготовился. И он пожирает Путина. Теперь слово за Путиным. Путину чрезвычайно интересный вариант. Это Латвия. Очень интересный вариант. Тогда можно и Литву уже как говорится прищелкнуть. Поэтому это будет. Это будет. Это должно быть. И вот то что вдруг зашевелилась Франция. И вдруг Макрон заговорил. Что вот они могут войти в контакт с Лукашенко. И так далее. То это чрезвычайно интересно. Ну Макрон он себя считает. Что он Наполеон. Наполеон. Макрон. Макрон. Наполеон. Вот. Он считает. Что вообще там будущее. Что Меркель нет. Теперь он будет определять там как бы будущее Европы и так далее. И тут интересная сама фабула вся и ассоциации. Как известно есть так называемая Западная Африка. Которая типа это зона французского влияния. Это было целый пояс колоний. Они там как бы и сейчас сильно там функционируют. И главное они контролируют их финансовые системы. Там все базируется на французский центральный банк. Там полностью подконтрольные ему все эти валюты этих стран. Ну и кто там есть. Там был Кот-де-Вуар. Там есть Буркино-Фасо. То есть берег слоновой кости. Верхняя Вольта. Они переименовали себя. В Кот-де-Вуаре же там как раз Поклонская. Там видно французский язык учит и так далее. Там тренируется. Может с Макроном хочет встретиться. Так что уже наверное. Так вот. Плюс там самое интересное. Центральная Африка. Центральная Африканская Республика тоже входила. Плюс часть Судана входила. Ну Ливия само собой. Марокко само собой. Но это Северная Африка. У французов была. То есть у них достаточно мощные там были позиции. И вот теперь Центральная Африка полностью перешла. Судан фактически полностью под контролем Путина, Вагнеровцев и так далее. Центральная Африканская Республика полностью под контролем Путина и Вагнеровцев. Но самое теперь противное для Франции Макрона и там его этого премьер-министра. Такая фамилия, что ты не запомнишь его сразу. Это то, что теперь Вагнер двинулся в Мали. И конечно Франция это как бы нож в печень прямо Макрону. То есть по сути Путин очень серьезно, ну и Китай же там есть еще, кроме всего прочего. Он начал серьезнейшим образом резать французскую зону в Африке. Тело, французское тело в Африке. Для них конечно это просто чрезвычайно неприятно. Я думаю, что Макрон думает, ага, ну раз так, тогда мы выйдем на Беларусь. То есть ты нас в Мали и в Центральной Африке и в Судане, а мы тебя тогда вжарим в Беларуси. Почему? А если вы вспомните, ну кто знает, кто читал там, что значит вспомнить? Ну хоть узнаете, поинтересуетесь, что когда было нашествие Наполеона, то есть Наполеон наступал на Российскую империю, на Александра там какого? Первого, да? То там была ситуация, когда Наполеону, его войскам удалось захватить вот этот весь, все это направление полностью. Это литовское княжество, в него входила и Беларусь. То есть его Даву захватил Минск, и Витебс был захвачен. И когда они шли на Смоленск, то они захватили практически всю, вот Вильно был захвачен. И Наполеон был и в Витебске, наверное, может и в Минске как-то где-то рядом был. Ну и маршал Даву был реально в этом, в Минске. То есть французы, французская империя, лидеры Франции, вся их мощь, они контролировали Беларусь. То есть это была их территория, они считали, что, ну Польша само собой, литовское княжество, они считали, что это их уже зона, их зона. Как там это все произошло, как им это выбито было, ну там много разных версий есть. Вот все то, что брешут сегодня, основная часть московских этих писак, что там эти партизаны были, что там такие герои были, это все там в российской армии, это все брехня абсолютная там была, вот эта сакральная часть. Кутузов не просто так был, он ездил к Серафиму Саровскому в пустынь, там было много-много вот того, той части, с которой, кстати, именно благодарей, потом и этот самый, как его, Джугашвили Сталин победил. Там тоже была эта часть. Если бы не она, то, конечно, не было бы ни тогда никакой победы, ни в 1812 году, ни в 1613 году никаких бы Романовых не было, и не было бы в 1941-45 годах той победы, потому что там была просто, как бы, вот эта невидимая сила, которая встала на сторону этих лидеров. И они, благодаря этому, ну, как бы, те люди, которые меня понимают, они меня поймут, а это шариком, швондером, какая им разница. Оно им, тех, кто на уровне биологического сознания там и прочего живет, ну, что им пояснять, им это и не надо знать. Поэтому здесь ситуация тоже очень, очень сложная. И то, что Макрон выдвинулся со своим премьером вдруг на Беларусь, это такое идет мировое геополитическое состязание. То есть это фактически заход, попытка зайти французской элиты и ее, так сказать, вот этой закулисы на территорию геополитическую, контролируя сегодня Путиным, Москвой, Кремлем. И в отместку, конечно, за западную французскую Африку. Поэтому тут могут быть очень серьезные процессы. И как бы тут должны быть новые какие-то столкновения. И мы должны за этим всем наблюдать. Я думаю, мы их все с вами увидим. Ну вот я бы вам такую какую-то предложил бы сейчас. Вот такой бы какой-то микс, такие какие-то ассоциации, сценарии, линии развития. И последнее, что хочу сказать, я думаю, будет это тоже интересным. И порассуждаем насчет этого. То есть смотрите, если будет эта встреча онлайн по телевизору, фактически Байден уже готов поставить ультиматум Путину. Ему будет как бы предложено следующее. То есть в принципе ему предложат стать Горбачевым. То есть осуществить мирное умирание, распад остатков московской вот этой империи. Уже вот этого внутреннего колониального пояса, чтобы это все распалось спокойненько и образовались национальные государства. Там где-то 21 государство, может 23-24 будет. Вот и все. Ему предложат такой вариант. И деньги тогда на это дадут. Понятно, денег много дадут. Или он будет идти по пути типа Сталина, Джугашвили. Или вот это в Брежневском варианте каком-то. Или в Хрущевском. Ну то есть он будет пытаться сохранить вот эту империю и усилить, увеличить ее. Тогда фактически начинается холодная война. Острия против Острия. Украина это мощнейший таран. И она получает максимальное оружие. Она освобождает Луганско-Донецкий анклав. Она начинает освобождение Крымского полуострова. Его степной части, его Путин не удержит ее. Это 100%. Вот. И переход уже украинская армия зайдет в Крым и выйдет на Черноморское побережье со всеми этими последствиями. Великобритания, США. Соответствующее летальное оружие. Ракеты, в том числе средней дальности. Ну и естественно удушение, свержение, уничтожение этого психодиктатора и так далее. Вот. Франция хочет играть Макрон какую-то свою роль с этим своим Жаном Кастаньес или как там его фамилия? Шато, так сказать, саксонцем этим. Вот. Не знаю, что у него из этого получится. Из этого рая не выйдет ничего, как говорится. Да? То есть он не хочет зайти в участников вот этого Будапештского договора, гаранта, где подпись французов потом тоже стояла. Они присоединились к этим гарантам национальной безопасности, суверенитета и целостности Украины. Ребята, выполняйте свои гарантии. Чего же вы бозлали, бозлали. Вот. А теперь не хотите выполнять. Это неправильно Макрон. Абсолютно неправильно. Поэтому как бы в Франции там сложная ситуация. Скорее всего Макрон и не выберут на следующий срок. Потому что он очень слабенький. Не знаем, что там будет. При Деголе у них такой был кризис. Когда была Четвертая Республика, Деголе их тогда спас. Фактически Франция должна была тогда распасться на отдельные такие как бы субгеополитические структуры. Только благодаря Деголе переходу в Пятую Республику, личной власти, отказу от парламентской республики, президентской республики. Им удалось это. Но потом они Деголя отблагодарили. В 1969-м мы его заставили, он ушел в отставку, проиграл референдум. А в 1970-м умер от разрыва Орты. То есть бакнули по полной программе парня. Хайли потом сказали после смерти, не, он герой, он супергерой. А сначала его просто, так сказать, на частицы разбили, уничтожили. А потом говорят, не, такой герой, потому что просто вообще супергерой. Там аэропорты назвали и все остальное. Шарль Деголя и так далее, и так далее. А при жизни уже в последний момент, там 1968-1909 год, ноги об него вытирали. Ну, Макрон даже этого не достигнет. Поэтому этот пример, что у него был предыдущий там какой-то, их даже фамилии там не запомнишь. Поэтому я думаю, тем более он на сохранении сейчас, выйдет он с этого сохранения, не выйдет, неизвестно. Поэтому я думаю, что вот такие события, они как бы очень-очень становятся такими объемными, решительными, и все более нагнетается ситуация. Нагнетается ситуация, и Украине надо жестко стоять на своих позициях, Зеленскому. Ну, премьера нет. Ну, Шмигаль это не премьер. Ну, это позорище, конечно. Ну, Ермака назначаю уже как-то. Ну, кого-то назначите, чтобы он уже как-то отвечал за базар, как-то это все. Бюджет нужен был бездефицитный. Ну, экономики, конечно, они полные апельсины. Ну, что сделаешь? Это еще этот первый премьер, там, которого они убрали, как там, Гончарук, или как его про это говорю. Это же реальность. Никуда не денешься, ничего с той поры не изменилось. Ну, вместе с тем, Зеленский как бы чутье у него есть, он идет по мейнстриму. Поэтому, как бы, у него это все. Плюс ему хорошие у него, это даже не советчики, а это как бы кураторы, которые его ведут. Ну, тем более МИ-6, и ЦРУ, там, и другие, НБ, это же серьезные люди сидят, не дураки, что там, понятное дело. Тут еще и Франция, так сказать, вдруг возбудилась, их там, соседы-женерал, или как там, они всякие. Еще сейчас подключатся, немцы к этому. Ну, короче, Путину мало не покажется. Вот такие у меня, как бы, мои сценарии, которые я вам выстроил. То есть, Украина, она все более становится таким таранно-ударным, таким фортификационным, таким мощным форпостом, крепостью на границах западного мира, перед ЭТРДой, андрофагов. И я думаю, что это очень интересно. То есть, битва будет, она будет очень мощной, ну, тяжелой для многих. Многие потеряют свои деньги, земли, состояние, свои маедки, поля, кукурузу, крахмалы, там, мясо, молоко и так далее. Особенно Черниговская, Сумская там область, так сказать, Житомирская и так далее. Ну, что ли, Львовская, Волынская, ну, что сделать, жизнь такая, ребята. Вот. Не хотите, как бы, по одному, так будет по-другому. Ну, это все уже следующие главы нашего романа, поэтому будем смотреть, пока ситуация подходит вот к такому прямому столкновению. США, Великобритания, как страны моря, и вот эти недопитки Московии в виде Путина, а тут Байден. Всего доброго, до новых встреч. С вами был Олег Соскин. Всего хорошего. С вами был Олег Соскин.